Микс Ньюс В гостях у нас директор департамента продовольственного надзора продовольственной ветеринарной службы Эрнест Завадский. Здравствуйте. Добрый день. Давайте я вначале слушателям напомню историю, которую мы в основном будем обсуждать. Все-таки уже она произошла какое-то время назад. В Сигуде с 11 сентября начиная стали заболевать дети, учащиеся дошкольных учебных заведений, и какое-то количество взрослых работающих там. Сейчас, если числа у нас не обманывают, общее число заболевших именно в дошкольных учреждениях – это 28 детей и 4 работника. Но, кроме того, с 11 сентября, когда уже ситуацию стали мониторить активно, то в целом 46 было выявлено случаев, из них 39 у детей заболеваний. При этом, если говорить конкретно о кишечных заболеваниях, то там это меньшее количество. Есть Эколи – это у 5 детей одного взрослого, и еще Сульмонеллез – у 9 детей. Я пока нигде не ошибся. Я надеюсь. Хорошо подкован, но, скорее всего, надо было бы у эпидемиологов спросить. У них самые точные данные на сегодняшний момент из Центра по контролю и профилактике заболеваний. Но достаточно точно. Да. Ну, в этих рамках, по крайней мере. И, соответственно, по крайней мере, до сих пор, последнее интервью, которое я с вами слушаю, оно было несколько дней назад, 26 сентября, пока все еще точно неизвестно причины заболеваний. Есть очень хорошая версия, но точно неизвестно. Правильно? Насколько я информирован, эпидемиологи пришли к заключению, которое мы поддерживаем, по крайней мере, по временным рамкам, что дети инфицировались в самом конце августа, по версии эпидемиологов, либо 29, либо 30 августа. И основной причиной, скорее всего, явилось то, что на летний период несколько детских садиков, конкретно 6 детских садиков, были объединены в 3 из-за летних отпусков. И, соответственно, в 3 детских садах происходило питание детей, было обеспечено питание детей. И поэтому случаи заболеваний стали регистрироваться тогда, как дети вернулись в сентябре в свои садики. И это, возможно, внесло определенное, я бы не сказал, замешательство, но создало определенные трудности в расследовании, пока мы не указали на то, что действительно произошло объединение детей, и это их связывает конкретный календарный период, видимо, конец августа. Насколько мне известно, тогда директор департамента СПКЦ, который отвечает за контроль и профилактику инфекционных болезней, господин Перевозчиков, участвуя в одной и той же передаче под названием «Точки над И», высказал мотивированную гипотезу, что, скорее всего, связано с употреблением в пищу салатов, либо 29-го, либо 30-го числа, причем в обед. Это базируется на проведении детальных опросов родителей и персонала, то есть установлен календарный период и установлено, скорее всего, блюдо, и мы, как продовольственная ветеринарная служба, оцениваем поставщиков сырья и готовых продуктов, поскольку меню, рацион детей довольно разнообразен, и период вначале четко не был ограничен, поэтому мы изучали меню за несколько недель, но теперь этот период исторически сужен до двух дней, поэтому проще гораздо работать, хотя и до этого мы уже отобрали и образцы проб, и пищевых продуктов, и смывы с окружающей среды, и с рук персонала, и с инвентаря кухонного. В продуктах мы ничего не обнаружили, что могло бы свидетельствовать о конкретном продукте, но условия на пищеблоке самом, где готовились продукты, не продукты, а блюда для детей. Это уже в Сигулде? Это всё мы про Сигулу в данный момент говорим. Да, там мы выделили с рук у персонала золотистый стафилококк, причём золотистый стафилококк бывает разный, есть абсолютно безобидный, который фактически у всех людей на коже находится как часть нормальной микрофлоры, а есть золотистый стафилококк, который производит токсин, который может вызвать вспышки токсикоинфекций, поскольку сам микроорганизм при термической обработке погибнет, а токсин останется. Вот с рук персонала у двоих поваров мы выделили золотистый стафилококк, который способен производить токсин. Плюс были другие констатации, которые указывают на то, что были проблемы с соблюдением гигиены, в том числе персональной гигиены на пищеблоке, где готовилась еда для детишек. Потом надо отметить, что смывы отбирались с рук персонала уже после мытья рук и дезинфекции. То есть это говорит о том, что и мойка рук, и дезинфекционные материалы, которые используются дезинфектанты в детском учреждении, были под вопросом. То есть если бы дезинфектанты были хорошего качества, то никакой бы стафилококк не выжил? Стофилококк бы не выжил, что нельзя сказать, допустим, про гверотоксигенную кишечную палочку, которая была выделена О-157, которая тоже вырабатывает токсин и оказывает очень серьезное воздействие, особенно на организм восприимчивых людей, особенно детей. Поэтому, как вы знаете, 5 человек попало, 5 деток попало в больницу, трое было в реанимации, как раз из-за воздействия токсинов, в том числе на внутренний орган, такие как почки. Поэтому мы не говорим, что сами условия на пищеблоке вызвали заболевание, поскольку эпидемиологи это связывают с конкретным блюдом. Мы говорим о том, что санитарные условия на пищеблоке были такие, что способствовали распространению инфекции. Если бы это не была кишечная палочка, продуцирующая токсин, то это была бы сальмонелла, что позже и подтвердилось, как вы знаете, наверное. Либо это была токсик-инфекция, вызванная стафилококком. Потому что вы назвали 46 человек, но не у всех заболевание было вызвано кишечной палочкой, которая продуцирует токсин. На конец прошлой недели было 15 человек в двух детских садах, у которых выделили салмонеллу. То есть это уже не... Если мы вернемся к возбудителю заболеваний, то первая группа, которая вызывается кишечной палочкой, специалисты называют эшерихиозом, то в данном случае, мы говорим о совсем другой, другой на зоологической форме, о другой болезни, тоже острой кишечной инфекцией, которая вызывает сальмонелл и называется сальмонеллез. То есть там был очень интересный коктейль. Из заболеваний возникло с разницей в неделю, в начале вспышка эшерихиоза, за которой последовала вспышка сальмонеллеза. То есть условия были такие, которые способствовали распространению вышеупомянутых болезней. Продукт как таковой, мы продолжаем над этим работать, как я уже озвучил версию эпидемиологов. Первая версия была, что это арбузы. Учитывая сезонность, мы эту версию проверили, в том числе поставщиков. Я, простите, я немножко прерву, потому что, хорошо, предположим, мы выяснили, что это целая комбинация факторов и продуктов в какой-то мере, потому что это конкретно салат и недостаточно гигиена. Если я являюсь родителем, чей ребенок идет в детский сад, что мне как родителю нужно проверить? Что мне нужно спросить? Потому что вы говорите, что даже если помыть руки со всеми дезинфектантами, то есть все равно вот кишечная палочка, которая выживет. Я говорю о том, что если некачественно мыть руки и не использовать надлежащие дезинфектанты, то да, естественно, что бактерии выживут. К сожалению, родители не имеют доступ к пищеблоку и не могут проверять качество соблюдения персональной гигиены работниками пищеблока или работниками садика. Для этого есть администрация детского сада и есть компания, которые оказывают услуги по кормлению детей. И это находится как раз в их компетенции. Что за персонал работает, как соблюдаются условия гигиены, не только условия гигиены, как температурная обработка сырья происходит. Потому что при нормальных условиях, если вы возьмете куриное мясо, в котором довольно часто можно найти сальмонеллу, по физиологическим особям птиц, поскольку оно часто бывает частью микрофлора кишечного тракта птиц, то даже загрязненное сальмонеллой сырье, в данном случае мясо птицы, принадлежащее термической обработке, когда температура внутри приготовленной пищи превышает 70 градусов, погибает довольно быстро. И даже если сырье обсеменено бактериями, при правильной обработке термической, бактерии погибнут или достигнут того уровня, когда они не могут оказать воздействие на здоровье человека. Соответственно, здесь было несколько принципов нарушены, которые и способствовали заболеваемости в детских коллективах. Да, еще таким известным стал факт о том, что три, если не ошибаюсь, из 12 образовательных учреждений в Сигуде не были зарегистрированы в продовольственной ветеринарной службе. Один из детских садов, в котором были заражены дети, и при более тщательной проверке обнаружился еще один детский сад и еще одна школа. Правильно ли я это понимаю? Я насчет школы и не уверен. А насчет детских дошкольных учреждений – это да? Я вот хотел спросить, потому что там очень многое обсуждалось, и мы в том числе радиоболтком созванивались. И вот, например, если цитирую то, что нам сказала зампредседателя Сигудской краевой думы Лига Саусыня, которого тоже тогда в точках надо пересеклить, но в том числе она сказала, что руководитель детского сада, чья ответственность отъявляется, она не сообщила ПВС о предприятии, поставляющем еду. Сейчас это уже сделано, поэтому вопрос решен. Едва ли это можно назвать нелегальным питанием. Если мы, конечно, хотим, чтобы звучало громко, мы можем употребить такую формулировку, но вот я с ней не согласна. Это нам сказала госпожа Саусыня. У меня вопрос такой, как вообще дошкольное образовательное учреждение может не зарегистрировать поставщика еды и начать работать в новом учебном году? Это вообще возможно? Ну, жизнь показывает, что возможно, поскольку у нас три случая. В Сигулде недавно возникла вспышка сальмонеллеза в бывшем Елоговском районе, в Верцове, где при проведении инспекционных мероприятий, мы констатировали, что там тоже три объекта, где услуги по кормлению детей или обеспечению их пищевыми продуктами не были зарегистрированы в службе. Соответственно, наши инспектора такие объекты не проверяют. Это зависит от договора, который заключили между собой самоуправление в компании по оказанию услуг, кто из них регистрирует в службе, но закон об обороте продовольствия четко прописывает. Неважно, хочет предприниматель или частное лицо за деньги или бесплатно распространять пищевые продукты, оно такого рода деятельность должно зарегистрировать в службе, потому что оборот продовольствия с учетом риска для потребителей является высоко регламентированной сферой, то есть очень много нормативных актов регулирует участие в обороте продовольствия. Поэтому четко сказано, что любой, кто участвует в обороте продовольствия, а это торговля, хранение, производство, переработка и так далее, включая бесплатную раздачу продуктов, должен быть зарегистрирован в службе. Так если должен, то есть я очень понимаю, вот какой вопрос, то есть у вас, как у службы, наверное, есть список всех учебных учреждений в Латвии, я так предполагаю, дошкольных, неважно, или школы. Не всех. У вас список только тех, кто зарегистрирован. Но есть же у кого-то, не знаю, у Министерства образования просто в открытом доступе список всех учреждений. Я просто, наверное, я чего-то не понимаю, в моей голове это выглядит так, берется список всех учреждений образовательных, берется список зарегистрированных в продовольствии в ветеринарной службе. Видится, что второй список меньше, сравнивается, вот эти не зарегистрировались, значит, они не имеют права давать питание детям. Или там как-то это все сложнее происходит? Я вам немножко жизнь усложню, конечно, задним умом мы все крепки. Суть в том, что в регистре Министерства образования этих объектов меньше, чем у нас. Единственное, у кого может быть полный список, это самоуправление. Поэтому премьер по результатам вспышки в Сигулде издал резолюции касательно двух министров. министра сельского хозяйства, министра регионального развития, чтобы провели мероприятие по нормализации ситуации, поскольку самые детальные регистры должны быть в руках самоуправления, в том числе касательно частных садиков, находящихся на их территории, о которых у нас данных, например, не было. И естественно, что за этот двухмесячный период, который премьер выделил на проведение коррективных работ, будут сверены регистры, о которых вы сказали, абсолютно правильно вы отметили, что регистры будут сверены. Но еще раз хочу отметить, что мы проверяем только те предприятия, которые у нас в регистре. У нас в регистре больше 35 тысяч предприятий, поэтому мы можем проверить только те, которые зарегистрированы. Почему? Потому что проверка в настоящий момент оформляется более чем в 90% случаях в электронной среде, то есть у каждого инспектора есть планшет, он протокол заполняет уже в планшете, и этот протокол попадает в базу данных со всеми недостатками, в том числе с оценкой ситуации на конкретном объекте, потому что мы об этом может позже поговорим. По результатам обследования предприятие оценивается либо как полностью соответствующее требованием, когда мы не находим ни одного нарушения, вы удивитесь, но таких у нас по стране 23%, довольно большое, больше чем пятая часть предприятий полностью отвечает требованиям нормативных актов. Потом есть предприятия, на которых или объекты надзора на которых находим незначительные нарушения, либо нарушения, которые не могут оказать воздействие на здоровье потребителя потенциально, и таких большая часть их где-то в районе 76-77%, и только сотая доля процента это где-то от 30 до 40 предприятий каждый год, причем когда говорим предприятие, это, наверное, правильнее говорить объект надзора, потому что, как правило, это небольшие небольшие кафе, небольшие бестро, на несколько столиков, у которых проблемы, или, как вы знаете, тут несколько точек по приготовлению кебабов в Риге, которыми приостановили деятельность. Это вот такого типа объекты, где мы находим нарушения, которые, по нашему мнению, могут представлять угрозу для здоровья потребителя, и поэтому мы их деятельность как правильно приостанавливаем. Так это сотая доля процента. Так вот, когда данные попадают в базу данных, то у нас разработан алгоритм, это программатура, которая, получив результаты из обследования предприятия, определяет, когда должна быть проведена проверка на этом объекте в следующий раз. Ну, то есть там раз в год, условно говоря. Условно, да, но если мы говорим про детские сады, школы, пансионаты и больницы, то это три раза в год. И, соответственно, не инспектор решает, когда он пойдет, а этот алгоритм, запрограммированный, в зависимости от того, обнаружено нарушение, не обнаружено, и насколько он серьезный, предлагает дату следующих инспекций. Почему я так долго рассказываю? Потому что ситуация еще сложнее, если мы начнем о рисках говорить, о категоризации рисков, система говорит, на какой объект нужно ехать инспектору на следующей неделе. И если объект не зарегистрирован, система его не видит. Ну, это да. Да, то есть, еще раз повторю, 35 тысяч объектов, его вручную невозможно пройти и спланировать регулярный надзор. Поэтому это делается в электронном виде, и любое наше территориальное управление, где сидят инспектора, готовит план работы на неделе. И вот они открывают базу данных и видят, на этой неделе надо проверить 15 учреждений, в том числе два детских садика, которые зарегистрированы. Если он не зарегистрирован, в системе его нет. Это объясняет, почему мы не могли видеть те предприятия или те детские садики, которые не были зарегистрированы. Поэтому эта ситуация абсолютно объективная и связана с тем, что если объекта нет в регистре, его невозможно включить в план проверок. Понятно. Сейчас нам нужно прерваться на небольшую паузу на рекламу, после чего мы вернемся в студию. Не переключайтесь. Мы продолжаем. Это разворот. Меня зовут Артем Липин. У нас в гостях директор департамента продовольственного надзора продовольственной ветеринарной службы Эрнест Завацкис. Мы говорим о ситуации в Сигуде. Мы говорим о том, как проверяется питание в разных учреждениях. Пожалуйста, звоните нам 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира и номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Вот мы как раз, пока была реклама, с вами начали говорить о том, что сейчас самоуправление, они сами, каждое самоуправление сверят список своих образовательных учреждений с списком учреждений, которые зарегистрированы в ПВС и пришлют вам, собственно, всех тех, кто не зарегистрировался или заставят их зарегистрироваться. По крайней мере, мы с таким письмом обратились к самоуправлению, поскольку наши регистры публично доступны, на домашней страничке можно открыть и посмотреть зарегистрированные предприятия, если кого-то интересует, в том числе родители могут посмотреть, а их детский садик... То есть можно самому тоже проверить? Конечно, это в публичном доступе на домашней страничке. И мы попросили самоуправления сравнить их, списки, которые могут быть более детальны, как жизнь показала, с нашими, поскольку они знают все дошкольные детские учреждения на своей территории. Мы же знаем только те учреждения, которые у нас зарегистрированы по инициативе либо самоуправления, либо, как более часто бывает, тех компаний, которые оказывают услуги по кормлению детей в детских и дошкольных учреждениях и школах. Теперь, когда уже случилась эта ситуация, вспышка в Сигуде, которая выявила, скажем так, недостаток в этой системе, именно не в проверке, а в проверке того, зарегистрирован кто-то или нет, будете ли вы, либо кто-то еще, какая-то другая ответственная служба, разрабатывать новую систему проверки, вот как раз таки, чтобы не было возможно просто не зарегистрироваться и продолжить свою деятельность? Я думаю, в данном случае, там два момента. Во-первых, незарегистрированная деятельность наказывается штрафом, поэтому там уже подготовлены административные дела к рассмотрению, и штрафы будут наложены. Что касается дальнейшего, то я думаю, что улучшится диалог между самоуправлением и продовольствием интервентарной службы, и самоуправление просто усилит контроль за теми компаниями, которые оказывают услуги по питанию детей, и будут сообщать нам о новых объектах, если они не находятся в нашем регистре. Потому что мы не ездим по улице и активно не смотрим, есть этот объект в регистре или нет, я уже сказал, 35 тысяч объектов. Поэтому мы планируем улучшить диалог с самоуправлением, и механизм, который, конечно, как Вы сказали, мы тогда уже разработаем, то с такой целью, чтобы все места, где кормят детей, были под нашим надзором. Но я просто хочу, вот это тоже сказали в перерыве, но чтобы наши зрители услышали, я правильно понимаю, что по большому счету, если бы не Сигуда, если бы не вот эта большая ситуация, то такого бы диалога не было? – Естественно, потому что мы не знали о том, что есть детские дошкольные учреждения, где детей кормят и не регистрируют такую активность в службе. Раз она не зарегистрирована, значит, мы не контролируем, значит, там сохраняются достаточно высокие риски для детей и для персонала в том числе. – И тут еще такой вопрос возникает, потому что, ну вот, там, не знаю, детские сады, а условно говоря, если я открою свое кафе и просто не зарегистрируюсь в ПВС, это тоже никто не сможет проверить? Или мне просто не дадут зарегистрировать свое учреждение? – Я думаю, что у Вас просто возникнут сложности в диалоге, в том числе с самоуправлениями, потому что перед тем, как начать деятельность, Вы ее должны зарегистрировать. Не вначале открыться, а потом идти в службу, регистрироваться, а вначале зарегистрироваться, а потом уже что-то делать. В этом это, тем более, поскольку процедура эта бесплатная и оперативно выполняемая, она имеет свои минусы, потому что исторически перед тем, как зарегистрировать предприятие и любой объект, включая даже маленькие кафе, перед тем, как зарегистрировать, наши инспекторы выезжали и проверяли. И довольно часто были ситуации, когда мы говорили, что не стоит в данном объекте, в данный объект Вам инвестировать деньги, потому что Вы не сможете выполнить требования нормативных актов, например, касательно туалета для посетителей, либо вентиляции обеспечить соответствующую, все время конденсат у Вас будет, потому что очень излюбленное место исторически, были и подвалы, и первые этажи жилых зданий. А теперь, да, и мы такие объекты, мы рекомендовали клиентам бизнес этот не развивать. В то же время, определенный период времени назад, чтобы облегчить жизнь предпринимателей, были изменены нормативные акты, и теперь мы не проводим предрегистрационных проверок. Поэтому бывают ситуации, когда объект зарегистрирован, приезжает инспектор и говорит, у Вас здесь будет очень сложно работать, если невозможно. Предприниматель начинает переживать или возмущаться, как же я инвестировал деньги, я сделал то-то и то-то. Но суть в том, что никто его не проверил на соответствие нормативным актам. Поэтому есть достаточно, по крайней мере, исторический случай был достаточно, когда при проверке объектов находились такие нарушения, что было трудно продолжать деятельность. Поэтому мы предложили предпринимателям услугу, которая является платной. Стоимость ее приемлемая, около 17 евро за час работы, когда предприниматель, если он проактивный, может пригласить инспектора, ему проверить. Да, данную площадь, которую он выбрал, он еще даже договор не заключил. То есть даже перед покупкой просто экспертное заключение. Не надо же покупать, вы же можете заключить договор об аренде. Ну да, но в целом. То есть приглашают, есть ли смысл здесь заниматься тем, что я хочу, или это будет нереально. И приедет инспектор и скажет, есть ли смысл или лучше воздержаться от заключения долговременных контрактов на данную площадь. То есть такую тоже мы практикуем практику, и люди, те, которые интересуют свое будущее, или которые считают деньги, они обращаются в службу за консультацией. Еще тип учреждений, которые, насколько я понимаю, тоже находятся под вашим ведомством, это больницы. Те больницы, в которых есть тоже, не знаю, кафе и так далее. Ну, любое питание, больничное питание в том числе. Конечно же. Как там обстоит дело с питанием? Насколько ситуация там легче или сложнее, чем с образовательными учреждениями? Да, то же самое. То есть есть вероятность, что у нас какое-то количество больниц не зарегистрировались, ПВС забыли? Нет, я имел в виду ситуацию с организацией процесса питания. Про незарегистрированные больницы не доводилось мне слышать. Я имею в виду, что принцип такой же. Есть учреждения, видимо, которые сохранили свои пищеблоки и готовят пищу сами. Но достаточно много, где сдается пищеблок в аренду, там работает частная компания, так же, как в случае с детскими садами. Там на пищеблоке детских садов работали сотрудники частной компании. То же самое в больницах и в пансионатах. Есть пищеблок, на котором по договору работает частная компания и готовит продукты или еду либо для пациентов, либо для жильцов персонала. В том числе возьмем ту же самую Рижскую думу. Точно так же частная компания обслуживает, готовит еду, есть два пищеблока, где можно поесть, две столовых. И там работает частная компания. То есть это нормальная практика. Люди, которые инвестируют деньги в технологии, которые обслуживают несколько десятков объектов, им легче конкурировать, допустим, с компанией, которая только один объект. Или с учреждением, которое желает содержать свой объект. Нет, я почему спрашиваю? Потому что вот как раз, как мы до этого говорили, что если бы не эта вспышка кишечной инфекции в Сигулде, то вот этих проблем в образовательных учреждениях никто бы и не узнал. Есть ли возможно... Сейчас, понятное дело, у нас идет фокус на образовательных учреждениях, но через какое-то время перепроверить или попросить самоуправления проверить медицинские учреждения, чтобы не дождаться такой же ситуации? Естественно, что после детских учреждений последует такая же компания в отношении других объектов высокого риска. Просто мы начали с детских учреждений. А любой усиленный контроль, он выявляет больше нарушений, чем плановый контроль. Это нормально, потому что тогда конкретная акция, она имеет ориентацию и сфокусирована на определенного рода недостатках. То же самое, наверное, касается организованной преступности, когда ищут определенные виды правонарушений специфических, их находят гораздо больше, включая проверки на использование алкогольных напитков за рулем. Вы же знаете, они у нас тоже в рамках компании. И, как правило, в рамках компании нарушений выявляют гораздо больше, чем в плановых проверках. Потому что цель этой компании или акции – выявить определенного рода нарушения. Потому что проверяют всех и даже тех, по кому не скажешь. Внешне и каком состоянии. И сплошная проверка всегда выявит больше нарушений, чем выборочное. Естественно, проверить 100% населения или 10% – всегда будут другие результаты. Ну да, просто как раз-таки именно в Саддаме получилось так, что даже выборка в одном городе, в Сигуде, вот сразу 2-3 учреждения. Вы говорите, в Якопилсе еще, сколько-то, 6, получается, вы сказали, за 2 недели найдено. В Якопилсе я не упоминал. Я упоминал в Йоговский район бывший, в Ирце. Да, видите ли, я не хотел бы, чтобы это прозвучало немножко некорректно или, не дай бог, кого-то бы обидело. Но такой бы дискуссии в общественном, как это называется, пространстве не было бы, если бы детки не попали в больницу. Весь интерес, по большому счету, только потому, что маленькие детки попали в больницу, в том числе в реанимацию, в тяжелом состоянии. И этим обосновывается, конечно же, мотивированный интерес к ситуации, потому что случаев заболеваний достаточно много, как я вам уже сказал, в Ирцеве есть еще географические места, где зарегистрированы похожие вспышки. Но там интереса нет у медиев, потому что нет такого драматического исхода, как в случае с Сигулдой. Еще раз повторюсь, там дети попали в больницу в тяжелом состоянии, тем более с уремическим гемолитическим синдромом, который свидетельствует о поражении почек. Поэтому, да, такое серьезное внимание и обсуждение. Ну, тогда, сейчас поэтому я и спрашиваю, что будет дальше. Потому что первая такая мысль, что вот детские сады в Сигулде. Потом начинаешь задумываться, наверное, детские сады везде. Потом, наверное, детские сады и школы, а может быть и больницы, а может быть и вообще кафе. И это как бы ситуация в Сигулде, да, она свое внимание привлекла, наше внимание привлекла именно трагичность ситуации, тут с этим сложно спорить. Но теперь задаются вопросы, а вдруг еще где-то мы просто не знаем. И, собственно, вот эти вопросы задаются. Это же, ну, мне кажется, нормальная реакция. Абсолютно нормальная, и поэтому, наверное, вы меня пригласили, а я с удовольствием пришел, чтобы поделиться с радиослушателями о ситуации в определенных отраслях или поделиться о наболевшем. Но тут надо помнить очень такой простой факт, что невозможно полностью устранить риски. Риски можно снизить, да, но люди болели, болеют и будут болеть, включая детей. С другой стороны, что государство и предприниматели в рамках своих компетенций должны делать все, чтобы эти риски снизить. Ну, мы говорим о вероятности заболевания, да, в данном случае. Потому что полностью исключить риск невозможно, нет такого понятия, как нулевой риск. Он всегда остается. Вы можете полностью поменять технологию на предприятии, заменить автоматизированные процессами, оставить несколько человек. Но если человек после посещения туалета руки не моет, или у него профузный понос, а он не сидит дома, не хочет брать больничный лист, потому что первые дни не оплачивается, идет на работу, и заражает и коллег, и обсеменяет продукт болезнетворными бактериями, ничего ты с этим не сделаешь, потому что это человек. И пока человек в процессе вовлечен, он будет совершать определенного рода ошибки. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что, поэтому детские учреждения, школы, пансионаты и больницы мы проверяем чаще, чем другие объекты, гораздо чаще. Да, потому что, например, вот такие вещи, как там эти супермаркеты, гипермаркеты, мы проверяем в раз в год, если нет нареканий. Вместо общественного питания, с учетом ассортимента предлагаем блюд, два раза в год, а детские учреждения и школы, и упомянутые социальные учреждения и больницы, не меньше трех раз в год, но это плановые проверки. Это плановые. А если жалобы или подозрения на проблемные ситуации, либо мы получаем информацию от эпидемиологов, то происходят внеплановые проверки. Например, видите, нам очень приятно, что общество, по крайней мере, часть общества нам доверяет. И после ситуации в Сигулде к нам обратились родители детей, которые посещали детское учреждение в Огре. Жалоба была анонимная, но в любом случае довольно детальная, о том, что в семье заболело двое деток с небольшим интервалом. И есть подозрение, что в этом учреждении могут еще быть случаи заболевания. Мы оперативно проинформировали эпидемиологов, вы их бракали с совместной бригадой и констатирули, что там не два случая заболевания, там шесть, о котором никто не сообщил ни эпидемиологам, ни нашей службе. То есть уже... А чья это ответственность? Кто должен сообщать? Родители, администратор, директор, самоуправление? Здесь, думаю, что должно руководство учреждения детского сообщать эпидемиологов о случае заболеваний, потому что их больше двух, то есть это речь идет, как мы называем на профессиональном сленге вспышки инфекционного заболевания. Но об этих случаях не было сообщено. Но в данном случае, извиняюсь за тавтологию, за повторение одного и того же слова, но обеспокоенные ситуации в Сигулде родители сообщили продовольственной ветеринарной службе о случаях заболевания в детском учреждении, которые посещают их дети, конкретно их дети заболели. И при проведении проверок анонимной жалобой мы констатируем, что там шесть случаев заболевания, в три раза больше, чем было указано в жалобе. Соответственно, здесь большая роль, если не решающая роль и общество, какую роль занимает представитель общества касательно определенной проблематики. Если родители проявляют активно гражданскую позицию, начинают задавать вопросы, требовать то, что им положено, либо сообщать в компетентной институции, такая как наша, то гораздо большая вероятность, что ситуация изменится. Но эта администрация детского сада Вогра, где вы обнаружили вот эти шесть случаев, они понесут какое-то наказание за то, что не сообщили, хотя должны были? Я не знаю, заведено ли там административное дело, но поскольку это уже в рамках эпидемиологов, это Центр по контролю и профилактике заболеваний будет рассматривать этот вопрос, это вне нашей компетенции. Я говорю о том, что просто родители используют любую возможность, чтобы обратиться за помощью даже анонимно в нашу службу, и мы ее оказываем. Да, на самом деле, да, мне кажется, что не в проверках основная проблема, естественно, потому что вы проверяете и проверяете часто, и проверяете, ну, судя по всему, мне сложно судить, я не эксперт, но, судя по всему, достаточно хорошо, тщательно. Проблема в СИГУЗе, по крайней мере, она была как раз таки в том, что вы не знали о каких-то учреждениях и не знали о каких-то поставщиках пищи, и как-то надо, мне кажется, решить ситуацию, когда не может быть такого, что вы не знаете. Вот это тот проблемный вопрос. Это проблемный вопрос, но он не был решающим, потому что деятельность свою не зарегистрировала то предприятие, которое кормило и остальные детские сады в Сигулде. То есть, это не то, что как-то там подпольный переработчик мяса, нет, это была та же компания, что кормила детей в детских других дочковных учреждениях, но она не сообщила о нашей службе. То есть, теоретически, они даже не были виноваты, и если бы не плохая гигиена на пищеблоке, то об этом бы мы тоже и не узнали. Я не говорю, что они виноваты или не виноваты, потому что мы не говорим о том, что нерегистрированная деятельность вызвала вспышку заболевания. Мы говорим о том, что риск повышен из-за того, что детей кормят, но сам процесс не подвержен контролю. Например, мы констатировали, что перевозят продукты с одного детского садика в другой детский садик предпринимателей, которые свою деятельность тоже не зарегистрировали. Соответственно, в какой таре, при какой температуре, что за человек, в каком транспорте перевозил, мы не контролировали. Целый этап в продовольственной цепи выпал из нашего контроля. То есть, это те факторы, которые способствуют возникновению или распространению заболеваний, но мы не можем говорить, что незарегистрированная деятельность в службе вызвала вспышку. Это просто один из факторов, который говорит о том, что там были повышенные риски на тот исторический период. – Еще такие немножко отвлеченные вопросы, потому что тут уже достаточно многое обсуждали, но все равно, конечно, связанные. Вы, как в контексте именно продовольствия ветеринарной службы, вы проверяете именно пищу с точки зрения здоровья или, скажем, ее питательности, вкусовых качеств? Или это уже не имеет значения для вашей службы, вы именно здоровье? – Основной упор идет на безопасность пищевых продуктов. Частично там, где есть нормативные акты на качество пищевых продуктов. То, что касается детских дошкольных учреждений, социальных и учреждений здоровья, там учитывается и состав пищевых продуктов, то, о чем вы сказали. То есть, сколько там белков, жиров, углеводов, сохраняются ли рекомендуемые пропорции в блюдах, которые детям предлагают, не содержат ли они продуктов, которые не разрешены в детских учреждениях, содержатся ли заявленное количество мяса в сосисках, которые, допустим, допоставляются в детские учреждения, потому что их процент, удельный вес мяса в таких соцсетях не должен быть ниже 70%. То есть, мы не только безопасность продуктов оцениваем и сырье, но в том числе и состав пищи, который предлагается. В том числе, можем проверить и величину порции, которая предлагает, совпадает ли она с заявленной в меню. Просто, когда одна моя знакомая узнала, что у меня будет интервью с представителем продовольственной ветеринарной службы, она очень просила, я, можно сказать, просьбу выполняю, она просила узнать, почему вот это даже притчей во языцах стало, питание в больницах и школах, оно традиционно считается невкусным, особенно в больницах считается невкусным и не самым приятным. Но это, наверное, уже не к вам вопрос, а конкретно к больницам. Дело в том, что все упирается в деньги, которые отведены на процесс питания. Чем меньше сумма, которая отводится на закупку пищевых продуктов, я, насколько помню, в школах часто упоминается сумма евро 42 цента в день. На ребенка, да. Да, попробуйте за евро 42 цента предоставить ему рацион из трех блюд. Да, и пока не будет пересмотрена норма, поэтому я думаю, что там предприниматели в очень невыгодном положении. Они желают выиграть конкурс, чтобы можно было оказывать услуги по общественному питанию в этих учреждениях. Деньги там небольшие, конкурс выигран, надо кормить детей. А на эту сумму качественные продукты довольно тяжело закупить. И поэтому начинаются разного рода манипуляции, которые мы периодически тоже констатируем, что в договорах указан один продукт, а привозится другой. Допустим, вместо высококачественной трески будет хек или минтай, а вместо, допустим, скумбрии будет сардинелла. То есть более качественное сырье подменяется более дешевым, потому что очень сложно уложиться в рамки выделенной суммы и еще на этом что-то заработать. Но этот вопрос не должен нас беспокоить. Это больше вопрос касается законодателей и самоуправлений, как они строят систему финансирования и дотации питания, потому что есть самоуправление, которое датирует питание. Соответственно, это вопрос уже более экономический. Там элементы серой экономики, которые я уже описал, что вы не можете предоставить тот продукт, который заявлен был в конкурсе, и вы начинаете искать дешевые аналоги. Вы не можете купить, допустим, морковь в Латвии в данный сезон, вы раз и привезли ее из Польши, хотя по контракту вы должны закупать ее в Латвии. Но это уже не столько безопасность продуктов, сколько и отслеживаемость, хотя в случаях вспышек, когда мы проводим расследование, мы изучаем отслеживаемость продуктов, то есть откуда он пришел, кто купил, кому продал. К сожалению, я очень прошу прощения, нам надо заканчивать уже по времени. Очень интересная тема, но возможно уже когда-нибудь мы еще встретимся, и вы к нам придете в гости, может быть, по более позитивному поводу. Пригласите, приду. У нас в гостях был директор департамента продовольственного надзора продовольственной ветеринарной службы Эрнест Завадскис. Меня зовут Артем Липин. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова